Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Россия должна уделять больше внимания отношениям со странами СНГ. Об этом вчера заявил президент России Владимир Путин в ходе своего первого оперативного совещания с Советом Безопасности Российской Федерации после кадровых перестановок в руководстве совещательного органа. По словам президента, взаимоотношения России со странами Содружества остаются приоритетными для России во внешней сфере. Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере. Это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить на тему о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения. Включая и организационные. Приоритетными для России остаются взаимоотношения с Азербайджаном. В частности, об этом заявил вчера на пленарном заседании Госдумовицы премьер России Алексей Аверчук. Он отметил, что России нужно взаимодействовать с партнерами из Азербайджана и стран Центральной Азии, чтобы выйти на быстро развивающиеся рынки государств глобального юга. Если мы хотим пойти на юг быстро развивающимся рынком, где сегодня, собственно, и формируется ядро экономики будущего, то нам необходимо плотно работать с нашими коллегами из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана. Он добавил, что в рамках ЕАЭС был утвержден ряд инфраструктурных проектов, приоритетных с точки зрения обеспечения этих потоков. Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, и все связанные с ней институты. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Эльхам Алиф на встрече с действующим председателем ОБСЕ Яном Боргом. Азербайджанский лидер напомнил, что Минская группа ОБСЕ не смогла решить проблему оккупации азербайджанских земель. Сейчас этой проблемы не существует, так как Азербайджан решил ее самостоятельно. ОБСЕ ничего не сделало для деоккупации территории Азербайджана. Переговорный процесс, проводимый сопредседателями Минской группы ОБСЕ, также служил продолжению оккупации азербайджанских территорий. Азербайджан сам положил конец оккупации, обеспечив свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами и принципами международного права и уставом ООН. Армян-азербайджанский конфликт остался уже в истории, его не существует. Поэтому настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней институты. Азербайджанская сторона подняла этот вопрос и у армянской стороны нет никаких причин не соглашаться с этим. Президент Азербайджана также отметил, что в настоящее время между Ереваном и Баку идут переговоры для продвижения мирной повестки. Он подчеркнул, что именно Азербайджан был инициатором мирного процесса с Арменией и фундаментальных принципов, лежащих в основе этого процесса. Обсуждая мирную повестку с азербайджанским лидером Ян Борг отметил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией является приоритетом для ОБСЕ. Как ОБСЕ мы приветствуем все прагматические решения, нацеленные на развитие мирного процесса. Мы приветствуем начало процесса делимитации границ. Думаю, что нет смысла оглядываться на прошлое. Я получаю позитивные новости от министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я призываю их продолжать участвовать в зрелых и содержательных переговорах, которые продолжаются. Мы с нетерпением ждем подписания мирного договора. Также Борг отметил, что во время его председательства в ОБСЕ будут приниматься во внимание все недочеты, которые были сделаны ранее в решении конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией. Напомним, действующий председатель ОБСЕ Ян Борг сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. Накануне он посетил с визитом в Армению, где провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Танцы студентов, очередные мусорные баррикады и задержание радикала с холодным оружием. Так, сегодня прошел очередной день акций гражданского неповиновения в армянской столице. Уже с утра оппозиционные активисты, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, пытались блокировать центральные улицы Еревана. В ход снова шли мусорные баки. Тем временем армянские студенты встречали участников шествия танцами. Далее шествие протестующих направилось на площадь революции. Правоохранители блокировали ход шествий и производили задержание протестующих. Сегодня их было задержано в разы меньше. Всего чуть более 60 человек. Для сравнения, накануне вчера полиция задержала на улицах Еревана более 170 человек. Продолжение следует... Во время задержания протестующих возникло несколько инцидентов. Так, машина полиции наехала на журналистку, в результате чего женщина получила травму ноги. Также сегодня правоохранители нашли у одного из протестующих радикалов саблю в ножнах длиной 60 сантиметров. Мужчина в течение трех дней приходил с опасным холодным оружием на акции в центре Еревана. Сегодня также вскрылся интересный факт о гражданстве лидера протестного движения главы Тавушской епархии Баграта Галстаняна. Как выяснили журналисты, у архиепископа имеется канадское гражданство. В союзе журналистов Армении поинтересовались, готов ли Галстанян отказаться от гражданства Канады. На что лидер радикалов ответил довольно патриотичной речью. В любой момент все, что потребуется для моей родины. Я не только от паспорта готов отказаться, но и отказаться от самого себя. По его словам, гражданство Канады для него лишь документы и свидетельства о том, что он жил в этой стране, которую он получил с законным путем. С 9 мая в центре Еревана у зданий правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращение процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стране ряда приграничных территорий. Пока в Ереване продолжаются протесты против политики Пашиняна, премьер-министр республики, тем временем находясь в Дании на Копенгагенском саммите демократии, озвучил желаемые сроки вступления Армении в Евросоюз. Во время дискуссии на саммите Пашиняна спросили о том, в каком году Ереван намерен вступить в Евросоюз. На вопрос ведущего премьер-министр Армении, рассмеявшись, ответил в этом. Также сегодня в рамках рабочего визита в Королевство Дания премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксон. В Армении уже на всех властных уровнях говорят о своем желании вступить в Евросоюз. Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС – самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствии с европейскими стандартами. Как утверждают источники, Пашинян планирует подать заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее, как минимум, в экономическом отношении. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил причину тем, что, дескать, от России нет никаких надежд и ожиданий, а Запад может гарантировать безопасность. Эту тему Пашинян, скорее всего, поднимал и на недавние встречи в Брюсселе с представителями США и Евросоюза. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в превращении Армении в форпост на Южном Кавказе, предупредив о возможных негативных последствиях в сложившейся ситуации. А официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от Еревана данные о договоренностях с США и Евросоюзом. Рассмотрение законопроекта об инагентах в парламенте Грузии сегодня проходит шумно и с рукоприкладством. Грузинские депутаты снова устроили драку во время заседания, где они рассматривали законопроект об инагентах в третьем чтении. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа. Причиной драки послужило выступление председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», который обвинил коллегу от правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» в том, что по его заданию неизвестные люди сбивают противников законопроекта на улицах Тбилиси. Тот в ответ бросил бутылку. После этого между депутатами завязалась драка. К потасовке подключились и другие представители оппозиции правящей партии. В потасовке участвовали и женщины-депутаты. В дело пришлось мешаться парламентским приставам. Спикер грузинского парламента был вынужден прервать заседание. После того, как все успокоились, заседание возобновилось. Надо отметить, что обсуждение законопроекта проходило и на фоне уличных протестов. Возле парламента в очередной раз собрались участники акции, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. Участники акции пытались пробить ограждение, вступали в стычки с полицией, раскрашивали здание парламента красными красками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В итоге законопроект об инагентах был принят в Грузии в окончательном третьем чтении. За проголосовали 84 депутата против 30. Протесты на улицах в Белиси продолжаются. В Азербайджане спустя 15 лет проснулся один из крупнейших грязевых вулканов Абширона – Гюздек-Воздак. Расположен он в 6 километрах к западу от поселка Гюздек. Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, перед извержением вулкана, который зафиксировали 8 цифровых сейсмостанций, наблюдался столб пламени. По данным сейсмологов, очаг грязевого вулкана залегал на глубине 3,5 километра. Длительность извержения составила 9 минут. Вулкан Гюздек-Воздак считается одним из крупнейших аэрографических образований Абширонского полуострова. Последнее его извержение произошло 13 февраля 2009 года. На этом у меня все. Еще больше информации на портале москва-баку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова